Всем привет! Это канал Жизнь с нуля. С вами автор и ведущий канал Вячеслав. У нас похолодало, как видите по моей одежде. Ну еще не сильно холодно, еще плюс, но северные ветра дают о себе знать. Значит, если вы смотрите... Упал почти что. Видите, грязь, дожди начались. Если вы смотрите это видео, значит вас интересуют те вопросы, которые интересуют меня. Я иду на работу, потому что мой двухколесный транспорт не выдерживает вот этой вот грязи. Сегодня я хотел бы коснуться такой темы по пути на работу, которая, я думаю, интересует нас в тот момент, когда мы о ней начинаем задумываться. Ни для кого не секрет, что в прошлом, ну еще буквально лет сто назад, огромное количество путешественников, первооткрывателей, еще что-то там открывали на территории разных стран. Новые места, новые поселения. Я все время задумывался о том, с какой целью это делалось и кто спонсировал их миссии. Но потом, вдаряясь в историю того же Кристофора Колумба, например, но это за много, до 100 лет, конечно, ранее нас. То везде в основе всех открытий лежал всегда некий коммерческий интерес. Либо земли, либо золото, еще какие-нибудь там полезные или вредные ископаемые. Либо там дармовая рабочая сила. Сегодня мир уже достаточно хорошо исследован. И все мы сталкиваемся с такой интересной, скажем так, с интересным таким определением, как глобализация. Ни для кого не секрет, что сегодня огромные массы людей передвигаются по миру, как и раньше, в поисках работы или заработка. Но еще какое-то время назад, посещая определенные страны, определенные места, был виден определенный некий местный колорит. То, как люди живут именно в этой местности. Какие у них ценности, чем они занимаются. Сегодня наблюдается такая интересная картина. Значит, интернет покрывает все большее количество поверхности земного шара. Вот, люди обзаводятся гаджетами. И обнаруживается некая такая ситуация выравнивания. Когда ценности людей, именно их личные ценности, ценности их быта, начинают выравниваться. То есть, если, предположим, еще в советское время, например, приехав в Германию, мы удивлялись, как у них там все здорово, как у них чисто, как у них в магазинах полно. Вот, какие у них телевизоры шикарные, магнитофоны, видеомагнитофоны, какая обстановка. То сегодня, в общем-то, мы, если передвигаемся между городами и государствами, то начинаем замечать некую такую общую тенденцию. То есть, везде, то там, то тут мы замечаем плазмы. Они, может, разного размера. Вот. Уже реже встретишь трубковый какой-нибудь ламповый телевизор цветной. Вот. У всех есть компьютеры, нетбуки, ноутбуки, гаджеты. Вот. И с каждым годом, вот, люди, там, через Алиэкспресс или через какие-то еще ресурсы, покупают приблизительно одно и то же. И картина мира уже не становится такой разношерстной. Она становится все более типовой. Ценности людей сравниваются. И один из таких моментов, вот этой такой массовой глобализации, да, то есть, потому что это происходит не только в культуре. И в буту человека. Это еще происходит в экономике. Это происходит в политике. Обратите внимание, например, в политике, да. Раньше в государстве кто был? Царь, король, там, вожак племени. Сегодня президент, это некое лицо, которое, знаете, своего рода как на работу ходит президент. Вот. И, по сути дела, не является именно сувереном таким. То есть, который в согласии со своей волей и с волей народа, с которым живет, принимает определенные решения. И вот эта самая глобализация, она захватывает все больше, больше, больше территорий всего земного шара. И почему я об этом завел разговор, какое отношение это имеет к моему каналу? Все дело в том, что люди склонны именно мыслить уже не в контексте своей культуры, не в контексте того, как они воспитаны и выросли, а в контексте той системы, в которой они уже рождаются. Вот. То есть, кредитно-финансовая система выравнивается. Да, понятно, где-то коррупции больше, где-то меньше. Ну, в общем, все идет к определенному такому циклу, когда уже будет такая, знаете, глобальная империя мировая. Вот. Да, будут какие-то там президенты страны, но... Сегодня мы все сидим на долларе. Сегодня мы все ходим в магазины. И, как бы, сегодня огромная масса людей уже не производит продукты питания, одежду, там, еще что-то для себя. А отдали это все на откуп определенным компаниям, там, не знаю, экономическим институтам. Вот. Из-за этого картина мира сама по себе меняется. И если вы индивидуал, то есть, если вы занимаетесь индивидуальной деятельностью, то есть, вы что-то производите сам или сама, там, шьете одежду или производите продукты питания, там, продукты личной гигиены, вы выпадаете из этого цикла, вот этого глобального цикла. И, в общем-то, заметна в мире такая тенденция, что таких людей именно вот эта верхушка, которая управляет всем этим, она не любит. Вот. Все стремится к тому, чтобы загнать вас в города, чтобы вы там зарабатывали, платили налоги, обеспечивали и содержали вот эту самую систему дармоедов. Вот. И система становится именно подотчетна не каждый человек сам себе, а какому-то одному некому суверену, которого даже очень трудно определить. И поэтому, если вы занимаетесь чем-то своим, вы должны понимать, что состояние некоего одиночества будет преследовать вас всегда. Потому что в общей массе вы выбиваетесь из привычного цикла ценностей человека современного. То есть вы не ходите уже в магазины, в которые все ходят. Если ходите, то чаще всего вы покупаете часть продуктов, а не все. И, соответственно, у вас иное мышление. Вы иначе смотрите на мир и на вещи вообще совершенно иными глазами, не такими, как смотрят на это основная масса людей. И поэтому, хотите вы того, не хотите, но если вы занимаетесь именно вот этой крестьянской деятельностью, то есть вы должны понимать, что это все-таки вызов. Это вызов в общей вот этой системе вещей. Потому что все ходят в магазины, у всех определенный уровень жизни, который задан им кем-то свыше. У всех определенные кредитно-финансовые обязательства. И поэтому, если вы не берете кредит или развиваетесь самостоятельно, вы обязательно будете выпадать из общей системы ценностей вообще в человечество, которое вас окружает. И, говоря об этом, я хочу сказать, что вы обязательно будете испытывать трудности. Но преодолев эти трудности, у вас будет накапливаться некий опыт, который вы сможете передать вашим детям. Но при условии того, что ваши дети точно так же захотят жить именно самостоятельно, то есть не под колпаком вот этой системы. Потому что сейчас основная масса людей именно не живет самостоятельно только потому, что за последние столетия люди просто разучились жить таковым способом. То есть люди привыкли, что им кто-то строит дом, что им кто-то шьет одежду. В старые времена было более четкое разделение труда. И человек, который там, к примеру, имел какое-то ремесло, то остальные продукты или какие-то вещи он покупал у другого человека, кто делает такие же вещи. Сегодня ту же одежду производит некий завод, где сидит китаянка, которая строчит там эту блузочку или еще что-то, и которая вообще по барабану какого она качает, с какими нитками она работает. Вот. И поэтому, друзья, вы неизбежно столкнетесь, заводя личное подсобное хозяйство, с непониманием. Вы по-любому столкнетесь с высокой себестоимостью вашего продукта. Но ваша высокая себестоимость продукта в сто раз окупит вам ваше здоровье, с которым вы потом не будете бегать по врачам, окупит здоровье ваших детей, потому что у вас оно будет, это здоровье, вы не будете работать на медикаменте. Окупит ваше развитие интеллектуальное и моральное, потому что ощущая себя хозяином ситуации, вы неизбежно будете чувствовать себя гораздо лучше. Вам не понадобится ни помощи психологам, ни поиск целей исправления жизни. Вот. Потому что основная часть жизни будет занята трудами, вот, которые нормальны для человека, естественны. Вот. не так, как сегодняшняя философия о труде. Говорит обратно. Она говорит, что да, в общем-то, нужно всю жизнь кайфовать. Вот. Что на самом-то деле, это именно нужно, чтобы машина была такая, знаете, суперкомфортная, жизнь суперкомфортная. Почему? Потому что ты должен зарабатывать не только себе, но и всей системе, в которой ты крутишься, варишься банкиром, политиком, администрацией, своему боссу, или там менеджеру, который над тобой находится, а он там босс. Вот. И поэтому, друзья мои, в любом случае, что бы вы ни делали, находясь на земле, вы будете белой вороной. И к этому придется какое-то время привыкать. Потому что ваша деятельность это вызов мировой глобализации. Я подчеркну. Вот как ни странно, но это так. То есть есть такая поговорка, да? То есть, ну, такая, знаете, шутка, что, говорит, езди по правилам, ты лично залезаешь в карман сотруднику ГИБДД. Вот. И то же самое. То есть, заводя личное подсобное хозяйство, ты собственноручно именно залазишь в карман вот этой системе. Вот. В карман вот этой вот иерархии, которая над тобой и которая, по сути дела, кормится за счет твоего рабского труда в офисе. Вот. Поэтому, друзья, размышляйте над этими вещами. Сейчас я тут проскочу, сокращу немножечко свой путь на работу. Вот. Поэтому, друзья, именно когда вы занимаетесь подобного рода вещами, вы, ребята, должны понимать, что именно вы делаете, против чего вы восстаете. Может случиться даже такое, что самые близкие ваши члены семьи именно посмотрят на вас, как на дурака, потому что ваше молоко будет в разы дороже магазина. плюс вы еще будете употреблять труды свои. Но, как я и раньше говорил, именно вы никакими деньгами не окупите то здоровье, которое вы приобретаете, потребляя продукты, которые производите сами. Вот. вы никакими именно деньгами не измерите ваше благополучие, которое приобретаете, становясь свободным, независимым человеком, не беря кредиты. Вот. Развиваясь. Вот. И поэтому, друзья, не бойтесь вкладываться во все это. Вот. Бог вам в помощь. Ну и если вам понравилось это видео, ставим лайк, репост, а я пошел на работу. Спасибо.